Всем привет! Это видео посвящено теме наклейки. Я буду говорить про наш опыт. Итак, наклейки обычно мы даем ребенку около года. И, например, я, когда ребенку исполнился годик и поняла, что нужно купить какие-то наклейки, тогда я не знала, какие вообще покупать. И в первую очередь купила вот такие многоразовые, где, значит, различные животные. Тут есть совсем маленькие наклейки, есть очень большие. И потом поняла, что это был не лучший вариант. Для начала я ее отложила на будущее и начала смотреть в интернете, что же рекомендуют люди. И везде в основном рекомендовали вот эти вот наклейки в качестве самых первых. Они так и называются мои первые наклейки многоразовые. Вот один плюс, там есть два плюс и три плюс. Итак, а чем они хороши? Тем, что здесь листы, они плотные, их тяжело вообще как-то помять. Не ламинированные. И наклейки, они реально многоразовые. Уже много раз мы их отклеивали, приклеивали. Вот. Вот когда их много раз отклеиваешь, приклеиваешь, они уже в какой-то момент вот так скручиваются. И в том, что касается наклеек, хотела сказать, что они здесь всегда такие круглые. Это очень удобно. И кроме того, когда ребенок маленький, как правило, первое, что нам нужно, чтобы он просто научился клеить наклейку, ну хоть куда-нибудь. В любое место просто даже научился этому движению. Вот. В итоге, короче, получилось так, что мне эта серия так сильно понравилась, что я купила все книжки один плюс, потом почти все два плюс, и потом даже купила еще и три плюс. Но, как бы это было лишнее, потому что для уже детей, которые научились работать с наклейками, для них есть более интересные варианты книжек, которые будут лучше развивать. Ну, во-первых, здесь на каждую страничку всего по четыре наклейки. А во-вторых, так называемый три плюс, я бы не сказала. Мы до года, ой, до двух лет это сделали, и тут, в принципе, несложно ребенку вписаться по форме. В общем, лучше не увлекаться. Вот что я хотела сказать. Для начала купить, например, эту серию, а потом дальше смотреть. Еще есть серия для маленьких, вот такая. Тоже многоразовые наклейки, тоже от стрекозы, но здесь у нас уже идут наклейки разных форм. И размеров, и, наверное, это лучше всего видно будет, например, здесь. Ну, например, вот цветочек такой большой, маленький огурчик, то есть они все разные. И страниц тоже надо заметить мало, и я бы не сказала, что они прям мега многоразовые, то есть они... Ну, уже листы есть такие, ну, не как в предыдущей серии, в общем. Вся турия, я бы не очень рекомендовала серию. Вот. И, например, тоже вот такая курица огромная, да. Наклеить ребенку ее довольно тяжело, чтобы она вот не замялась, и пока она ее несет, чтобы не поменялась в форму. Вот. Так что, таким образом, я бы рекомендовала для самых первых детей, например, хотя бы одну книжечку из этой серии, мои первые наклейки. А потом я бы рекомендовала переходить к выпускам кружочки, капельки и так далее. Тоже от стрекозы. Очень классные. Ребенок в какой-то момент понял, что нужно подобрать еще и по цвету. Это было около полутора лет. Знаю. Во-первых, очень старалась попасть кружочком в кружочек, а потом еще подбирала по цвету. Это очень классно, это развивает ребенка. Наши наклейки, они призваны ребенка развить не только с точки зрения мелкой моторики, но еще и какие-то представления о форме, о цвете, еще о чем-то. Вот, а потом уже, когда ребенок научился клеить наклейки неплохо, можно давать какие-то такие тематические. Тоже надо заметить, от стрекозы у меня есть на тему сказок у нас, вот на тему зимы. Тут уже тонкие листы, наклейки многоразовые, но на самом деле хватает ненадолго. У нас такая просто уже пройденная есть на тему сказок, эти пока что новые. Тут тоже, видите, наклейки, они разных форм, большие и маленькие. Заодно ребенок узнает что-то про зиму, о различных птицах и зверях, зверях. Вот, и еще потом уже, наверное, после двух лет, но я могу ошибаться, может быть раньше, можно купить такие вот наклейки. Они уже одноразовые, но здесь просто выгодно. 600 наклеек за 290 рублей. Издательство Робинс, у нас тоже несколько книжек этой серии. Тут есть какие-то стихи, а потом ребенок клеит различных животных на травку. Причем он не просто клеит, а он делает какой-то сюжет. Например, там ослик ест какую-то траву, там рядом будка, где живет там собачка. Там девочка убегает от уточки. Ну, я не знаю, что это такое. То есть уже какие-то сюжеты идут. Вот, ну, написано для детей от 3 лет, но мне кажется, после 2. Вот, еще есть вот такая обалденная серия. Написано для детей от 7 до 9 лет, но, наверное, тоже можно пораньше. Что здесь хорошо? Во-первых, наклейки, насколько я помню, многоразовые, но это даже не столь важно. Здесь очень красивые картинки. Есть информация об окружающем мире, про различных птиц и зверей. Но я уже показывала отдельно эти книжки, они очень классные. Вот. То есть тема наклеек, она, конечно, очень интересная. И, в принципе, я ее, все, что хотела, рассказала. Эти этапы, которые проходит ребенок.